приветствую всех на моем канале меня зовут наталья и сегодня будет вторая часть в которой мы будем вязать продолжать вязать нашу кофточку до вяжем как бы не свистела так скажем изделия свяжем рукавчики и обработаем воротничок крючком напомню в прошлой части мы с вами связали такой воротничок вывязали реглан дальше мы пересняли петли рукавчика и соединили две полочки со спинкой на этом принципе мы остановились и теперь чтобы нам начать вязать дальше вот вниз наше изделие сначала давайте мы провяжем наверное узор которым я буду вязать в принципе вот низ изделия и рукавчики так сейчас я это уберу для начала давайте покажу вам вот такая вот схема можете сделать себе скриншот либо перечерти час покрупнее сделаю теперь я покажу как каждый этот этот значок провязывается сейчас один рапорт составляет 11 петель так раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 петель и высоту получается у нас 12 рядов я вот связала образец я взяла два рапорта вот такой узорчик будет так не знаю видно или нет так может быть вот так наверно лучше как бы такие ромбики получаются вот один ромбик один раб рапорт 11 петелек равняется и давайте я сейчас на этом примере вам покажу несколько рядов как провязываются вот эти вот обозначение схеме так кромочную я сниму вот смотрите первый ряд провязываем 4 лицевые петли 1 2 3 4 дальше у нас идет вот такой значок это две петли вместе лицевой петли слева направо будем провязывать вот они две петельки вместе слева направо ввожу спицу захватываю нить провязываю кругляшок это накид накид к себе я обычно делаю и 5 лицевых петель по схеме и 5 лицевых петель по схеме 1 2 3 4 5 и схема повторяется 4 лицевые петли 2 петли вместе слева направо вводим спицу накид и 5 лицевых петель теперь обратите внимание на схеме у нас идут только 1 3 5 то есть нечетные ряды все четные ряды мы будем вязать по рисунку то есть тут получается изнаночными петлями вот я начала вязать сейчас покажу как накиды провязываем и все будет понятно вот дошла до накида провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку чтобы у нас в дальнейшем получилось там дырочка и пошла дальше вязать изнаночными снова накид провязываю чтобы была дырочка изнаночной за переднюю стенку и довязываю ряд второй ряд провязали третий ряд так смотрим 3 лицевые петли 1 2 3 2 петли вместе слева направо трудно так можно немножечко ослабить и провязывать помогать себе так дальше у нас идет накид 1 лицевая накид и так вот этот вот значок наоборот он получается вот это вот как галочка ли как назвать это протяжка то есть мы первую петлю снимаем не провязывая следующую провязываем лицевой и вот так вот набрасываем то есть протягиваем провязанную через не провязанную петлю и дальше довязываем 3 лицевые петли сейчас еще раз покажу снова повторяем узор 1 2 3 лицевые 2 петли вместе слева направо накид лицевая накид и протяжка петлю снимаю следующую лицевой провязываю и протягиваю и 3 лицевые петли 4 ряд мы вяжем изнаночными петлями вот ну я думаю понятно тут дальше будет смотрите тут все эти символы дальше повторяются единственное вот этот значок я вам еще сейчас покажу вот такая как бы лапка да как она провязывается тоже очень легко вот смотрите так же мы как протяжку делаем первую петельку снимаем и дальше провязываем 2 лицевые 2 петли лицевой 2 вот вместе лицевой и через снятую так сейчас протягиваем то есть у нас получилась одна петля из трех надеюсь понятно давайте еще раз быстренько покажу первую петлю снимаем следующие 2 провязываем вместе лицевой и через первую протягиваем вот так вяжется лапка но я теперь думаю можно нам приступать к вязанию непосредственно уже изделие дальше с узором и я думаю все понятно если что пишите пожалуйста в комментариях девочки теперь нам нужно посчитать петли рапорт узора 1 составляет 11 петель нам нужно отбросить кромочную петлю и 4 петли планки мы их не берем во внимание и с этой стороны также и вот эти все остальные петельки нам нужно посчитать количество и разделить на 11 я посчитал у меня получается что не хватает мне двух петелек чтобы у меня было вот ровненько рапорты и что я сделаю допустим если у вас также не хватает петель сейчас вам покажу планочку платочную вязку я провязываю как и вязала 4 лицевые петли а теперь здесь я провяжу две петли из одной то есть вот она петля первая я ввожу спицу и провязываю обычный лицевой за заднюю стенку не снимая петлю со спицы провязываю вот ввожу сзади вывожу в середину петли захватываю нить и провязываю получилось у меня две петли из одной давайте еще раз покажу немножко у меня на вытянулась ладно потом поправлю провязываю вот ввожу в петлю провязываю за заднюю стенку не снимаю со спицы захватываю за переднюю стенку провязываю вот они две петли из одной из когда дойду до конца ряда перед платочной вязкой я провяжу также две петельки и у меня будет ровно уже делиться на 11 и все и дальше я пойду и вы так же сама как я вязать узором то есть провязали мы 12 рядов и узор начинаем заново повторять и вяжем дальше так самостоятельно и так девочки смотрите довязала я узор давайте нам по спинке покажу ночью будет видно так вот у меня получилось что я провязала раз два три четыре рапорта то есть четыре раза по 12 рядов вы вяжете вашу длину на вашего малыша какая длина вам нужна в общая все я тут довязала теперь что мы будем делать теперь будем переходить на спицы меньшего размера то есть сейчас мы вязали на троечки теперь переходим на два с половиной и продолжаем дальше вязать только уже платочной вязкой вот как мы вязали воротничок то есть с лицевой с изнаночной стороны мы будем вязать лицевыми петельками туда-обратно это тоже можете регулировать сами сколько рядов вам здесь провязать ну где-то я не знаю надо будет сейчас в процессе вязания посмотрю примерно рядов 68 возможно провяжу и будем уже закрывать все до вяжем низ и нам останутся уже рукавчики воротничок доделать и так девочки вот я довязала платочной вязкой я провязала всего шесть рядов мне кажется будет достаточно как оборочка такая красивая у нас тут получается и нам осталось теперь закрыть низ так но прежде чем сейчас будем закрывать я вам давайте еще расскажу про петельки так сейчас тут конечно все у нас еще такое так закручивается ну после этого будет все тут отлично вот смотрите я под петельки под пуговички вернее под пуговички сделала три петельки 1 2 и 3 вот как и я говорила через 6 сантиметров но вы можете сделать больше смотрите по вашей длине кофточки какую вы будете вязать вот я вот здесь остановилась то есть вот эта часть будет такая разлетая чека вы можете сделать еще одну пуговичку там либо еще еще две даже если прям да не захотите застегивать тут уже на ваше усмотрение я решила сделать всего три ну и посмотрю как будет мне кажется будет неплохо вот это что касается петелек и теперь давайте покажу как я буду закрывать закрывать я буду обычным способом так перевернула петельку чтобы вот у меня шла косичка видите по краю да и ниточка вот у меня сзади получилось то она у меня получалось как бы по центру неудобно и в общем что я делаю провязываю две петли первые вместе лицевой за заднюю стенку провязала сняла теперь эту петлю возвращаю обратно на спицу и провязываю вместе со следующей также лицевой снова возвращаю на спицу со следующей провязываю лицевой возвращаю на спицу и так нужно будет закрыть нам все петли так вернула провязала вот получится у нас по низу вот такая аккуратная косичка вот теперь закрываем все петель и так девочки смотрите все вниз я закончила закрыла вот такой у нас аккуратненький получился край ну когда от париться конечно это будет все еще более симпатичный выглядеть и нам теперь нужно связать рукавчики один я уже связала так давайте вот так покажу вот такой рукавчик я его сделала просто прямым не стала здесь нигде делать убавки только то две петельки мы уберем где набирать будем петли а здесь по прямой будет вязаться и перед платочной вязкой тоже ничего не стала убирать просто вот так вот закрыла и мне кажется вот получилось очень даже неплохо так теперь что касается узора смотрите я здесь использовала 4 рапорта узора это 44 петли в одном рапорте помню у нас 11 петелек так и 4 рапорта я использовала и провязала 4 рапорта как бы вот в длину высоту как бы до сказать то есть четыре раза по 12 рядов дальше потом я перешла на спицы номер два с половиной и провязала так сейчас чтобы мне вам не соврать 8 рядов платочной вязкой теперь здесь мы будем вязать по кругу то есть если здесь мы вязали поворотными рядами то здесь будем вязать по кругу платочная вязка по кругу вяжется ряд лицевой ряд изнаночный ряд лицевой ряд изнаночной это все легко узор мы вязали провязали первый ряд узора потом переворачивали вязание с другой стороны вязали изнаночными здесь у нас ничего переворачиваться не будет То есть мы будем по лицевой стороне всегда вязать в круговую. Значит, четные ряды мы будем вязать лицевыми. Не изнаночными, а лицевыми. И все то же самое у нас получается. Теперь, что нам нужно сделать? Нам понадобится крючок, пряжа и спицы номер 3. Для начала берем спицы. И нам нужно вот эти петельки, которые мы на ниточку собирали, переодеть на спицы. Так, развязываем и смотрим. Если я начну сразу набирать вот эти петли на спицы, то у меня вот здесь получится, когда я до конца уже дойду до края, вот такая вот дырка некрасивая. Поэтому я здесь всегда поднимаю, ну смотрю сколько тут примерно, я подниму две петли. Но опять же смотрю, какие петельки. Если я вот эту подниму, смотрите какая дырка у меня тут останется. Я возьму петельку, которая ниже. Вот. И она перекроет ее. И еще одну. Вот эту. Вот две петли я здесь подняла. Теперь я беру первую петельку. Вот мы ее переодели. И дальше пошли переодевать все петли. Для удобства вязания узора я на одну спицу пересняла 23 петли и потом на вторую также 23. Две, четыре, шесть, восемь, десять. Сейчас покажу как. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. И еще три петельки на эту спицу. Почему 23? Всего 46. Мы тут уберем сначала одну петельку, две вместе провяжем. Останется 22. И у нас как раз как бы два узора по 11 петель сюда впишутся. Так вот, 23 я пересняла, спицу вытянула. Так, вот они теперь на этой спице получатся, эти петельки. Чтобы не шуметь, втыкаю. Так, и теперь дальше оставшиеся 23. То есть 21 и две петельки мы поднимаем. И себя проверяем, чтобы было у нас правильное количество. То есть сейчас у меня вот четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Девятнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать и двадцать одна. Так, все, я эту ниточку убираю. Двадцать одна и, значит, две еще мне нужно поднять. Смотрю, какие лучше мне петельки взять. Вот эту, наверное, возьму. Так, здесь, чтобы у нас красиво получилось. Вот эту, наверное. Все, вот у нас вот так должно это все выглядеть. По двадцать три петли. Теперь берем крючок, берем пряжу. И вот здесь, где у нас подмышечка, нам нужно так, привязать ниточку нашу, чтобы начать вязать. Все, привязала. Теперь первый ряд мы будем вязать, не используя узор, просто лицевыми петлями. А уже со второго ряда мы начнем вывязывать узор. Так, сейчас все тут подготовлю. Вот, смотрите, рукава я вяжу способом Magic Loop по кругу. Мне так удобно, привычно. Давайте покажу, как я это делаю. Вот они, петельки на спице, которые мы будем сейчас провязывать. Теперь вот эту спицу, которую будем вязать, я вытягиваю, оставляя сзади небольшое кольцо. Вот оно. Две провязали вместе. И дальше начинаем вязать просто лицевыми петлями один ряд. Вот, продолжаю так. Так, сейчас покажу, как я тут со спицами. Перехожу на другую. Вот я первую спицу довязываю. И чтобы мне начать следующую вязать. Вот я ее довязала. Смотрите, что я делаю. Я вот эту спицу вытягиваю. Вязание переворачиваю. Нам теперь нужно эти петельки вязать. Также мы, получается, эту спицу вытягиваем, оставляя кольцо. И продолжаем вязать петли со следующей спицы. Всегда первую петельку вот здесь вот. И здесь, и в начале ряда. Хорошенько подтягиваете. Вот эту спицу мы довязываем. И в конце спицы надо не забыть провязать 2 петли вместе. Вот у нас будут всего, получается, 2 убавочки. Потом еще раз пересчитайте, чтобы у вас было 44 петли. И начинаете вязать узор с первого ряда. Всего 4 рапорта нужно связать. Вот у меня осталось 2 петельки. Я их провязываю лицевой. Сделала убавку. Переворачиваю вязание. И все. Теперь со следующего ряда я пойду вязать уже узорчик. Когда вяжете узор 4 рапорта, либо смотрите по длине на вашего ребеночка. Возможно, вам нужно будет подлиньше рукавчик связать. Также я и здесь, наверное, не сказала. Если длиньше надо, провяжите просто еще один лишний рапор. И у вас кофточка станет подлиньше. В общем, здесь вы вязываете рапортов столько, сколько нужно. Переходите на спицы номер 2,5. И провязываете платочной вязкой 8 рядов. Ряд лицевой, ряд изнаночный. Лицевой, изнаночный. И закрываете петли. Так же, как мы делали внизу. Две петли провязываем. Петельку со спицы переносим обратно. Снова две петли провязываем, переносим обратно. Все то же самое. Все, довязываем рукавчик. Рукавчики я довязала, девочки. Вот, смотрите, какая красота у нас получается. В принципе, кофточка готова. Нам осталось пришить пуговички и обвязать воротничок. Воротничок можно обвязать тут разными способами, разными узорчиками. Ну, я буду обычным обвязывать. Сейчас покажу. Для этого нам понадобится пряжа и крючок. У меня это крючок номер три. Можно взять немножко поменьше, если у вас нету троечки. Ничего страшного. И смотрите. Так, вот у нас изнаночная сторона кофточки. Соответственно, это у нас лицевая сторона воротничка. Получается, когда вот так у нас загнется. Вот он будет на лицевой стороне. И мы начнем обвязывать вот отсюда. Вот где начинается у нас вот это вот как бы соединение, да, где воротничок пошел. Вводим в косичку первую петельку, вот так, крючок. Захватываем нить. И провязываем столбик без накида. Дальше вводим крючок в следующую петельку. Захватываем нить. Столбик без накида. И так в каждую петлю довязываем до вот до угла воротничка. Вот таким образом. Столбики без накида. Так, еще одна. Вот, смотрите, я дошла до угла воротничка. Теперь вот в эту петлю, в угловую, мне нужно будет провязать 3 столбика с одним накидом. То есть я делаю накид, ввожу крючок, захватываю нить. Провязываю 2 петельки и еще 2 петельки. Захватываю нить в эту же петлю. Ввожу крючок, 2 петельки провязываю, 2 петельки. И еще раз. 2 петли, 2 петли. Чтобы у нас вот здесь получился более такой плавный переход. И теперь дальше будем вязать до следующего вот этого уголка столбики с одним накидом в каждую петельку. Здесь также 3 мы делаем столбиков в угловую петлю с одним накидом. И дальше довязываем вот до сюда, до конца, столбики без накидов, как мы вязали в начале. Ну, я думаю, тут понятно уже дальше. Вот я делаю накид, ввожу крючок в следующую петлю. Так, сейчас захватываю нить и провязываю столбик с одним накидом. И так дальше вяжу. И так, кофточка готова. Пуговички я пришила и воротничок. Вот так он у меня получился. Можно любой здесь узор сделать, вывязать. Более такой ажурный сделать. Ну, разными вариантами. Тут уже на ваше усмотрение. В общем, вот такая кофточка у нас получилась. Вот так. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет еще очень много всего интересного. Будем с вами вязать что-нибудь новенькое. Снимать разные мастер-классы. И всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok